сегодняшняя тема скорость скажи скорость скорость тачки такой мультик там была молния маквин я скорость молния маквин это красная тачка он был победителем победителем не так ли он всегда побеждал так или иначе но в конце концов он всегда побеждал то есть по теории пиксар который создает эти мультики по тачкам у у победителя есть некая особенность и это скорость одна из достижений это скорость знаешь когда иисус ушел на крест чтобы умереть за твои и мои грехи он своих он даже своему предателю сказал что ты делаешь ты делай быстро и скоро он знал что он будет делать и он собирается предать своего лидера и господа и он уже знал это и сказал то что ты задумал делай это быстро то есть скорость это одна одна из частей составляющих достижений иоанна 74 будет много местописаний поэтому открывать свои библии и записывайте будет много пунктов иоанна 17 4 иисус общается с отцом и он выражает такую молитву я прислал тебя на земле совершил дело которое ты поручил мне исполнить я прославил тебя на земле совершил дело которое ты поручил мне исполнить какое дело доверил бог иисус иисусу отец иисусу что это за дело которое он завершил мы знаем что он ходил по земле исцелял становились свободными и здоровыми люди мы это все мы знаем что он еще делал действительно ли это та работа которая ему доверил три года погулять и проповедовать евангелие по исцелять людей и все действительно только для этого иисус пришел чтобы три года порисоваться на земле и чтобы потом уйти и чтобы о нем забыли нет он создал 12 человек учеников простих простых людей простыми профессиями там разные люди были которые он выбрал которых он выбрал которым он служил эти три года он ходил пока на земле он служил им он вкладывал в них и именно не иисус изменил мир но 12 апостолов сейчас пастор не прославляешь господа когда говоришь что люди изменили мир но через них только потому что они ходили и делали то же самое что иисус делал что изменяет латвию что изменяет твоих соседей кто изменяет людей которые вокруг тебя либо бог либо бог через тебя иисус в течение трех лет он приготовил 12 людей которые не смог на голову а головы на ноги поставил поставил поставили мир весь мир хотя я замечаю в разных местах и здесь в латвии различные безбожие действия какие-то войны и хаос но все-таки есть нечто общее что удерживает злость чтобы она не распространялась в полной мере это бог и через свою церковь на земле потому что библия ясно говорит когда церковь будет убрана земли то зло распространится кстати латвия одна из последних стран в европе в которой лгбт еще не превалирует все свои силы концентрируют сюда на маленькую страну 2 миллиона людей рекламная и так далее они сверху и снизу и идут через разные способами и хотят сделать нас средним родом благодаря тому что здесь есть церковь скажи церковь бог через церковь которая говорит которая работает и молится благодаря этому наш народ еще не стал нейтральным родом бездумным серым обществом на данный момент и впредь также будет все в руках церкви церковь является основой истины и скорость иисус приготовил 12 учеников именно через эти 12 учеников петра и иоанна андрея через их них я стал верующим через них и писал верующим и мы друг через друга стали верующим мы бога познаем через людей и библия тоже через людей это не мысли людей это дух святой говорил через через людей которые писали это я не знаю где это в корее скорее всего это написали эту книгу напечатали для этого нужны были деньги средства и старания но это сделали люди скажи люди эта церковь произошла очень просто полного нуля я выбрал нескольких людей вокруг себя я вложился в них они вложились других людей они молились они были вместе с другими людьми с тобой и через таким образом бог коснулся твоей жизни и он изменил твою жизнь и неважно был ли ты наверху или внизу социальное обществе на данный момент твоя жизнь изменилась и в общем улучшилась иисус приготовил своих учеников за три года три года три года знаешь в этой церкви мы недавно праздновали десятилетний юбилей я еще не приготовил двенадцать учеников которые могут изменить весь мир десять лет у меня так не получается как у иисуса прошло десять лет монет моя работа на земле еще не закончилась иисус говорит отец я прославил тебя на земле закончив ту работу которую ты доверил мне это понятно было эти двенадцать учеников они все могут кроме иуда они сделают то же самое что я делал я смело могу идти и умереть на кресте и вообще отдохнуть у отца на небесах И вообще Иисус вообще ничего не делает. Он отправляет своего Духа Святого. Иисус подготовил учеников быстро. Скажи, быстро. Скорость очень важна. Иисус знает Божью волю. Он знает свое время. У него три года. И Он знает, что Он сделает. И Он абсолютно уверен в том, что они будут продолжать Его работу. Я свою работу еще не закончил. Хотя ученики есть, и они растут и усовершенствуются. Но я не могу сто процентов сказать, что Он точно будет продолжать Божью работу. Иисус мог. Быстро. То есть, мне нужно гораздо больше времени. Знаешь, в какой моей церкви? Двенадцать учеников. Да нет у меня еще двенадцати учеников. Еще нет. Чуть меньше. Скажи, скорость. Ключ к успеху – это скорость. Когда ты знаешь Божью волю, когда ты знаешь Божью волю, делай это быстро. Когда ты знаешь то, что правильно, делай это быстро. И не медли. И ты получишь достижение. Если ты будешь медлить, то ты не получишь достижение. Деяние двадцать 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 семь. О Павле. Павел говорит, я не упускал возможности вам всю волю Божью возвещать. И в этой же главе шестнадцатый стих. В Азии он торопился, чтобы у него была возможность в день Пятидесятницы попасть в Иерусалим. Павел, он спешил с одного места на другое. И Павел, он не мешкался и использовал каждую возможность. Если он знал, что нужно делать, он это делал. То есть Павел, этот человек, который делал все быстро. У нас есть Библия, у нас есть Божье Слово. У нас есть личности библейские и герои. Если мы будем равняться на них, то у нас будут такие же результаты. Много измененных жизней, и твоя собственная жизнь будет упорядоченная и полноценна. Павел был человеком, который спешил. Смотри, 2 Тимофея 4, 16. Павел пишет Тимофею. Открой свою Библию. 2 Тимофея 4, 9. Кто открыл, вы можете прочитать, что там написано. 2 Тимофея 4, 9. Постарайся прийти ко мне еще раз. Последнее слово еще раз. Еще дважды. Еще. Последнее слово все вместе. Скоро. Аминь. Скоро. Скажи своему соседу, скоро. Если ты знаешь правильные вещи, делай это скоро. постарайся прийти ко мне скоро. Это он говорит Тимофею. А Титу? Титу 3, 12. Поспеши прийти ко мне в Никрополь. Павел делал то же самое, что Иисус Христос. Он поднимал своих учеников, которые после него будут продолжать Божьи дела на земле. Каждый человек в церкви фактически продолжитель апостолов и работы Божьей. Павел относился к своим ученикам вот так. Если ты делаешь, то делай быстро. Так же и в церкви. Если у меня есть команда лидеров, я учу, что нужно делать правильно. что нужно делать правильную вещь быстро. Если хочешь достижений, то делай быстро и не тяни. Правильное отношение к лидерам. К лидерам. Делай это быстро. Такое было отношение Павла. В мире все от тебя требуется сейчас и быстро. Если ты работаешь, и у тебя есть свой начальник, то я имею в виду мирскую работу. У тебя есть свой начальник. Он требует от тебя все медленно сделать или быстро? Ты на работу должен приходить вечером или с утра? Ну, иногда, если у тебя посменная работа, то вечером. Тогда у тебя утро начинается вечером. Итак, ты работаешь. Твой начальник просит у тебя быть вовремя везде или самому выбрать, во сколько ты хочешь прийти, как быстро ты хочешь работать и когда, и сколько. Мир все требует быстро. И поэтому мир может развиваться. То, что есть серьезные ошибки, это да, и понятно, что начинается, все разрушается, начинаются войны на этнических и экономических основах, и все, что люди достигают, все снова рушится. Но, тем не менее, мир просит, требует быстрости, скорости. Мир, он ультиматум ставит. Либо быстро, либо ты нам не подходишь. И в мире говорят, либо ты приходишь ко мне работать, я буду платить тебе столько и столько, в лучшем случае ты знаешь, сколько тебе будут платить. Я этих людей, которые не платят, я их понимаю, потому что мало таких работников, которые понимают, что нужно быстро делать. За что платить, если из 2,5 миллионов осталось всего 2 миллиона, в лучшем случае? Пол миллиона уехали, и уезжают молодые люди в 30-40 лет, 20 по 40 лет. То есть, самые лучшие работники, молодые врачи, которые нормально еще могут лечить, они уезжают. Специалисты все уезжают. И остается там масса, которая здесь не умеет работать. Или патриоты, или церковь Кристос Пасалой. И это успех, получить какого-то работника из Кристос Пасалой. В лучшем случае, если он понимает, что нужно делать все быстро. Скорость, скорость. Я еще много чего буду объяснять в этот момент. Может быть, вы еще не понимаете, но у меня есть еще 10 мест описаний, поэтому вы поймете. Законы нужно соблюдать? У нас есть законы в стране, их нужно соблюдать. И как их нужно соблюдать? Точность. Если не хочешь точность, то что нужно делать? Нужен адвокат. Умного юриста. Как в фильме Рудольфа Мантоемс было сказано? Нет такого закона, которого нельзя было бы обойти стороной. Ты можешь выбрать детей, везти в детский сад или не везти в школу. Все обязательно нужно соблюдать. Недавно хотели еще раньше детей везти в школу. Они и так уже все не понимают. У нас очень интересная и веселая система образования. Я в школе прожил 11 лет, и до сих пор я не умею запятые ставить. 11 лет! Какая отличная система. Отличная система. И фактически там ничего не изменилось. Но есть люди, которые учатся, но тем не менее, они учатся, учатся, учатся. Ну, посмотри. В конце концов, они работают дворниками. В лучшем случае, они вообще работают. Есть у нас такие люди, которые очень умные, три образования, но работы у него нет. Он не быстрый. Он приучился медленно сидеть в школе и что-то там делать. Если кто-то даст работу, если будет нужен какой-то психолог и социальный работник, тогда я буду работать медленно. Но нужна скорость. Скажи скорость. Учись делать все быстро, и тогда будет результат. Они годами на что-то надеются, на какое-то странное чудо. Скорость. Мир требует от тебя скорости. В Даниэла книге 36. Тогда глашат громко воскликнул, объявив вам народы, племена и языки. В то время, как услышите звук трубы, свидетельцы, цитры и других инструментов, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь не в уходу на ссор. То есть они тут же просили, требовали поклоняться. Если ты этого не будешь делать, то тебя в печь или другой смертный приговор. Я недавно читал. Некая учительница, она ушла с работы, ее уволили, потому что она говорила слово Бог на своем уроке. То есть есть уже репрессии против верующих. Небольшие, но все-таки есть. Мир быстро ставит свои ультиматы. Если он что-то делает, то он это делает быстро. Точно так же и ты, верующий человек должен быть мобильным и быстрым. Скажи, я хочу быть быстрым. Нам хочется быстрых ответов от Бога. Не так ли? Когда ты болен, ты молишься. Когда у тебя проблемы, многие, которые даже не верят в Бога, когда им плохо, они молятся. И мы, христиане, когда тебе очень плохо, ты больше начинаешь молиться Богу. Если еще вообще можешь помолиться. И ты хочешь быстрый ответ от Бога. Ты хочешь быстро стать богатым, быстро исцелиться и свое служение поднять, быстро воспитать свою группу. Ты все от Бога требуешь быстро. Псалом 70-69-2 стих. Господь, поспеши и спасти меня. Мы хотим, чтобы Бог поспешил. Мы хотим изменения, пробуждения в Латвии. Мы не хотим уезжать. Мы хотим, чтобы все возвращались быстро к нам. Мы много чего хотим. У моего ребенка то-то и то-то. Мне нужно красивую жену или мужа, который успешный бизнесмен. Бог поспеши. Но есть условия, чтобы Бог и спешил к тебе. Псалом 118-16 стих. Я спешил и немедленно исполнить твои заповеди. Я спешу исполнить волю твою, Боже. Сегодня родительский день, и мамы, и папы можно... То есть, родительский день для родителей. Пятая заповедь. Почитай отца и мать свою. Поспеши. Как ты можешь их почтить? Просто начни зарабатывать достаточно, когда твоя мама или папа станут старыми, когда у них будет песок сыпаться. Как ты им поможешь, если ты сам бедный? Как ты поможешь своим родителям? Вот тебе заповедь. Заповедь Иисуса очень простая. Возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть, если ты не любишь себя, если ты хочешь быть бедным, бедным, немощным, как ты можешь помочь другим? Как ты ему можешь помочь? Так, все очень просто. Очень просто. Пятая заповедь. Пятая. Наверняка мое государство позаботится. Да ты не знаешь. Они не должны. Разве это мама государства или твои мама и папа? У тебя есть или, возможно, был когда-то папа? Пусть они плохие, или мама плохая. Ну, ясно, что они, скорее всего, были плохие. Но у тебя есть заповедь? Как заботиться? Делай это. Ну, я еще успею. Но время идет. Посмотри на кладбище. Сколько лет, во сколько лет умирают люди? 100, 90? Да очень сложно найти такие цифры. Там 30 лет, 40 лет. 40-летние. 50-летние. Это уже круто. Вы не заметили на могилках? Очень такие неприятные цифры. Очень рано умирают люди. Я в церкви Крисус спасла, и я буду жить до 100 лет, и так же, как и пастор. Я верю, что я буду жить 100 лет, но кто знает, что там произойдет, сколько я проживу. Не мы устанавливаем, сколько мы будем жить, но мы сами устанавливаем, как мы используем это время, и что останется за нами. Что останется за нами? Иисус в короткое время приготовил 12 учеников. У тебя есть ученики? У тебя есть те люди, которых ты привел к Богу. Где они? Когда? У меня еще есть время. Я еще пора медлю. В притчах написано поспи, поспи. Сложи свои руки, и бедность быстренько придет к тебе. Кто летом собирает, тот мудрый. Кто летом собирает. Лето, друзья, это сегодня. Аминь. Лето началось. Нужно работать летом. Друг, лето, это все твое время. Когда у тебя есть время, ты можешь работать, а когда не будет времени, то ты не сможешь больше работать. В лучшем случае, ты будешь на небесах, тогда можешь не работать. скорость. Я спешил без промедления исполнить твои заповеди. Я спешил без промедления исполнить твои заповеди. Друг, немедленно. Немедленно. Кому-то из вас нужно поспешить бросить некоторые вещи. Кто-то из вас должен быстро отбросить прелюбодеяния. Ты не знаешь, когда закончится лето. Кто-то из вас должен быстро закончить, быстро закончить, бросить, воровать. Кому-то нужно бросить лениться и не спасать людей. Быстренько начни это делать. Кому-то нужно бросить серии обиды. По-русски говорят, на обиженных воду возят. Человек, который часто обижается, он никуда не попадает. Кто-то должен собраться и не злиться. Кому-то некой жене, мне нравится, я читаю книги читал, он называет жен иногда называет жен ведьмами. Одно из... Быстрее нужно начать перестать пилить мужьям, нужно перестать быть бедными и начать заботиться о жене и о семье. И это можно делать быстрее. Чем позднее ты начнешь делать правильные вещи, тем меньше процентов будет успеха. Потому что возраст имеет значение. Эта церковь десятилетняя, только всего 10 лет. Но если бы я променял, уже лето, только сейчас бы начали это делать, тогда бы нас было 40 в лучшем случае. я поспешил без промедления выполнить твои заповеди. Кому-то быстро нужно перестать пропускать домашние группы. Кому-то нужно перестать пропускать неформальные мероприятия. кому-то нужно перестать плохо учиться. Быстро, без промедления. Я спешил исполнить твои заповеди. Кому-то нужно перестать смотреть порнографию. Друзья, лень это тоже грех. Ты знаешь, что нужно хорошо делать, но ты не делаешь, это твой грех. Библия потом написана. Различные служения в группе, в созидании группы. Кто-то должен перестать лениться. пришло время созидать Божье Царство, пришло время оставить за собой что-то и что-то сделать. Друг, быстрое нападение на войне, быстрое нападение на войне, это одна из основ стратегии, одно из быстрое неожиданное нападение, быстрое. Например, Гитлер. Когда Гитлер напал на Советский Союз, он всю эту операцию назвал Северной войной. Он не планировал, он скоро, быстро это сделал, он не подготовил своих военных, он хотел это сделать быстро. Он напал на Советский Союз быстро, техника, горючая, ничто не было пригодным для зимы. И это действительно было хорошо. они дошли до Сталинграда. Но это мероприятие затянулось. Зима пришла. И всю эту армию убили зимой. Убили зимой. эту армию убила зима. Сто тысяч военных они умерли, они просто замерзли. Техника не работала на холоде. что ты быстро не делаешь. Это может стать слишком поздно. На любой войне побеждает тот, кто делает скоро, неожиданно и делает все быстро. Конечно же, есть другие стороны, но побеждает обычно тот, кто быстро делает. Скажи скорость. Скажи «Я спешил без промедления исполнить заповеди твои». Книга «Судей», 4 глава, с 13 по 16 стих. Читал кто-нибудь о пророке Деворе? Деворе? получила повеление от Бога собрать армию. Она дает это повеление конкретному человеку, вараку, то есть начальнику, военачальнику. В 14 главе стихе «Встань, ибо этот день, в который Господь придет, придаст Сесару в руки твои настал». И варак пошел, и 10 тысяч за ним пошло вместе с Девором. И в 15 стихе, когда Господь привел в замершательство Сесару, то есть у них было много колесниц, это как танки сегодня, и все колесницы его, и все ополчения его от меча варакова, и сошел Сесару с колесниц и побежал пеший. Враг преследовал колесницы его и ополчение до харашгаима, и пало все ополчение Сесару от меча. Не осталось никого. Где ключ этой победы? Неожиданно быстрое нападение. Во-первых, это Божья воля, ты понимаешь и делай это сразу же. И неожиданным нападением он настолько привел в замешательство своих врагов, что они убежали. То есть быстрое нападение это ключ успешного нападения и всей войны победы. Скорость. Кто-нибудь смотрит хоккей? Или с прошлого раза уже не смотрят? Хоккея. хоккейный тренер их научил этому, то они это сделают. если нет очень других каких-то особенных сторон сильных, если не такой огромный вратарь, то вряд ли они победят. Во всех видах спорта и в хоккее побеждает скорость. Скажи скорость. И в духовной войне важна скорость. В домашней группе. Представляешь? Для тебя домашняя группа и там 5-6-7 лет 5 человек это скорость, Вот это фантастическая скорость. 7 лет 7 человек вернулись к Богу. Вот это достижение. Как быстро. Это такое достижение, что ты должен пойти в уголок и говори своему Богу извини, я без промедления буду исполнять твою волю, без промедления. Я однажды слышал, как один пастор говорил по-русски 40 лет 40 человек. 40 лет 40 человек. Такое состояние есть. церковь, и в Латвии они говорят, да, это у нас духовная страна, никто не придет, враг не победит нас, но они не растут. Здесь мы растем. Нужно, может быть, подождать 40 лет, возможно, будет 40 человек. это очень фантастически. Если есть такая церковь в Латвии, где 40 человек, и это очень фантастично и круто. Мне не смешно. Даже думать подъем хочу. Боже, благослови Латвию. Скажи, Боже, благослови Латвию. То есть, успешная победа, ключ, это скорость. Один из основных ключей, это скорость. Друг, когда ты вернулся к Богу, когда ты вернулся к Богу, тебе прощены грехи, все древнее прошло, теперь все новое. Я этот день очень хорошо помню, я помню, что Бог мне сказал, Библия, читай каждый день, молись каждый день, и ты будешь служить мне. И я незамедлительно начал молиться, незамедлительно. У меня не было таких вопросов, и я не сомневался, что нужно это делать. И наоборот, я был один, я был в изоляторе. Бог мне сказал, я был один, что мне нужно было читать Библию. Я был в ужасе, что у меня нет Библии. Я думал, где мне взять Библию? Бог мне сказал, что нужно получить Библию. И первое, что я сделал, я нашел Библию, это был Новый Завет. Я смотрел на этих других, я смотрел, что у них была большая Библия. Я долго читал Новый Завет и Псалмы, и никто не давал Библию. Это была драгоценность, я очень хотел Библию. Я не промедлил, я не промедлил, я спешил, и я получил старенькую Библию, я получил ее, это была моя Библия, и это был очень счастливый момент для меня. Кто-то подарил мне ее? Через год примерно. А как с тобой? Ты спешишь молиться, ты рожден свыше, ты признал его своим Спасителем, ты спешишь в комнату для молитвы. Я прочитаю одно местописание из Библии. Песня Песня Песней 8.14. Это Песня Песней о романтичной любви. Это единственная такая книга, часть Библии, где нет ничего особого духовного. Там действительно романтическая любовь, там Соломон и его любимая. Но, конечно, она в Библии, и из этого можно что-то извлечь урок. Что говорит эта девушка, которая ждет своего друга? Беги, возлюбленный мой, беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю. Ты видел когда-нибудь серну? я не видел. Козлов видно, но какой-то гибрид. Во всяком случае, это очень быстро. Я так представляю, что он очень быстренько бежит. И она просит, беги ко мне, возлюбленный мой, как серна. раньше же не было никакой формулы и танков. Нет, она говорила, беги как серна. Беги так, что все летит. Или беги как молодому оленю или молодому оленю на горах бальзамических. Молодой олень. Я знаю одного боксера бредиса. Но бредис оленя можно здесь встречать. Спеши ко мне как серна и как олень. А сейчас представь. Возможно, ты сам вспомнишь сейчас романтическое воспоминание. Когда ты ждешь своего любимого, ждешь этой встречи, ты озабоченный уже не можешь дождаться. Лишь бы быстрее. Ты уже молишься Богу за это. Лишь бы все получилось, чтобы автобус приехал, эта машина, чтобы все было нормально. Лишь бы было моим. Спеши. к личным отношениям с этим, со своим Отцом Небесным, как это Соломито. Думай так о своем Отце Небесном. Мне опять нужно идти на служение, служить, нужно евангелизировать, нести деньги, идти молиться. Это не такое отношение, которое несет плоды. Ожидай этого. Я не знаю, у меня не было никогда такого. Иногда нужно себя заставить, но я этого хочу. Это моя нужда молиться, искать Бога. Иисус говорит, что не хлебом едином жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Когда я провожу с Богом наедине время, я размышляю Его, Божье Слово, это моя жизнь, это мои отношения с Ним, это мой Бог. Беги ко мне, как это серно, с этим чувством, как будто ты влюблен, иди к Нему быстро. Бог сказал, быстро молись, читай Библию, иди в церковь, и ты будешь служить мне. Без вариантов, без вариантов. У меня даже мысли такой не было, не прийти в церковь. Было бы круто, нет? Все пришли бы сюда, а меня нету. Пастор спит, он решил сегодня поспать просто подольше, я буду попозже, в полшестого. Ну ладно, мы придем в шесть тогда. Будете так делать? Некоторые да, некоторые нет. Быстро, скорость. Скорость. Меня не нужно мотивировать, чтобы я пришел на служение. Тебя нужно мотивировать? Многих да, нужно. Ну приди, будет классно, там классный пастор. Мне не нравится, как он орет, он всегда такой злой выглядит. Он не такой злой на самом деле. Тебе нужно прям уговаривать людей. Ты делаешь такое неформальное, ну там же твоя мама, папа. Друг, если ты любишь своих детей, ты придешь. Если он в этой церкви, я туда не пойду. если тебе так важно, какой он и где он и какие-то мнения его важнее, чем сам ребенок, ну извини, мне не нужно мотивировать, чтобы ты пришел сюда. Тебе нужно, тебя, меня не нужно мотивировать, но тебя нужно мотивировать, меня не нужно мотивировать молиться, а тебя нужно мотивировать. Быстро. Бог сказал, так нужно, тебе это нужно, мне само это нужно. Все, я это делаю. А не то, что кто-то ходит за мной и говорит, тебе нужно туда-то, сюда-то, тебе обязательно нужно на группу. Да не иди. Ладно, есть же, а наказы тоже. Всех нужно тянуть, и все правильно. Но человек рано или поздно должен сам понять, мне это нужно и быстро. Скажи, мне это нужно и быстро. Ты заказывал когда-нибудь что-то в интернете? Что женщины там заказывают? Губки с лампочками. Помада с лампочкой, помада с зеркальцем. Кто-нибудь закупался в интернете? Если ты что-то заказал, ты потом ждешь? Да, ты хочешь скорее это. Бог тоже хочет скорее. И он говорит, беги, спеши делать мою волю и не промедли. И как псалмист говорит, я спешу исполнить волю твою и твои заповеди. Чудесно. Как долго человек ищет работу, как ты думаешь? Такая загадка. Как долго в Латвии человек ищет работу? Я тебе скажу сейчас. Так долго, пока его кто-то кормит? Пока его кто-то кормит. Нет работы, это невозможно в Латвии. Там я не подхожу, там мне не подходит. Как только тебя никто не кормит, у тебя много работы. Спеши делать волю Божью. А не то, что у тебя такая нужда уже будет давить на тебя. Это, возможно, уже будет поздно. Делай это лучше сейчас. Делай это сейчас. Я помню себя. Сложно сейчас назвать год. 2003-2002 год. Примерно так. Я вместе с одним братом. Это была церковь баптистская. Это была одна церковь, в которую я мог прийти в своей деревне. Единственная церковь. И мне не нужно было говорить своему пастору или кому-то. Нужно пойти. Пастор не должен был мне говорить. И нужно идти к людям и проповедовать Евангелие. Мне не нужно было говорить. Я ждал тот момент, когда я вместе с Янисом, когда мы вместе с ним пойдем к каким-то людям. Мы там проповедовали, прославляли Бога, молились. Я ожидал такие моменты. Я ожидал. Я хотел скорее этих моментов. Я не могу понять. Вот есть неформальное мероприятие. И нужно уговаривать человека из группы, что он должен прийти на... Это неформальное. А где разница? Вот мне хочется, а тебе нет. В чем разница? Эвитов, ну в чем разница? Мне хочется, а тебе не хочется. Что это за дела? Улыбается сейчас и ищет правильного ответа. Я сам не знаю. В чем дело? Шерлок Холмс сказал бы, элементарно, Ватсон. Они просто не ищут Бога. Они просто не привязаны к Богу. Он не важен для них. А мне он важен. И я знаю, что есть небо и есть ад. Есть только один путь на небеса. И его имя? Иисус. И его имя? Иисус. Аллилуйя. Громкую славу Богу. Теперь новая картинка. Иова. 9.25. И вы помните, что он вдруг получил разные неприятности. Он заболел, банкрот, и дети его умерли. И его жена, представляешь, помощник, сказала, «Прокляни этого Бога и умри». Ладно, есть ведьмы, но есть и другие, есть и хорошая помощница. Все в порядке, все хорошо. И он был беден, без семьи, один. Жена еще его пилит. Единственный человек, он весь в наростах, там чешется какой-то палкой. Друзья ходят и говорят, что ты сам виноват, ты что-то устроил. В этом случае он действительно был не виноват. Были разные ошибки, но он не был виноват. Он говорит, ты видел когда-нибудь, как спринт бега? За сколько секунд спринт можно пробежать? Сколько там метров? Рекорд мирской. Меньше, чем 10 секунд. Немного меньше, чем 10 секунд. И Иов так себя чувствует. В этом несчастье он чувствует, как быстро прошла его жизнь. Как у бегуна. Библия говорит, что жизнь как пыль на фоне всей вечности. Время бежит и идет вперед. Я помню такое выражение о людях, которые сделали какие-то нарушения. Быстрее сядешь, быстрее выйдешь. В нашем случае, чем быстрее ты начнешь делать правильные вещи, тем больше возможностей у тебя будет, что ты реально оставишь здесь на земле за собой. Реально поднять людей и спасти их. И что ты не сделаешь? Потому что время неумолимо убегает. И что ты увидишь в своей жизни? И Иов говорит, что время ушло, и ничего хорошего я не видел. Ты хочешь увидеть что-то хорошее в своей жизни? Быстро начни делать правильные вещи. Иди и возьми кредит. Хотя бы несколько дней ты сможешь хорошо прожить. А потом все. Нужно будет выдавать. Вот возьми кредит. Кредит человек берет. Я хочу это. Я хочу это сейчас. Дам это то сейчас. Тебе не нужно ничего, что ты не заработал. Только то, что ты заработал, ты можешь получить. Это нужно понимать. Я хочу быстро. Есть вещи, которые быстро не нужно делать. Быстрые кредиты не нужно брать. Весь мир в кредитах. Будь свободным. И лучше то, что у тебя есть. И знаешь, когда тебе нужно возвращать кредит, ты все еще платишь, но эта вещь тебе больше не нужна. Она надоела тебе уже. Не так? Есть смысл брать? Не надоела тебе эта еще вещь? Мне нужен какую-то машинку. Купил эту машинку и все. Еще не знаешь, сколько там вложений нужно. Не слышали такие вещи? У всех, наверное, кредиты здесь. У кого нет? Скажи аллилуйя. Аллилуйя. Скликни громким голосом аллилуйя. Дай громкую славу ему. О том, что у тебя нет кредитов. А то это было уже... Я начал сомневаться. Притча 17-24. Умные идут на жизненном пути наверх, чтобы после смерти не попасть вниз. Есть два варианта. Либо наверх, либо вниз. Неподвижная точка, она очень-очень короткая. Если ты подкинешь какое-то... Это единственное, что я научился в школе. И ты подкинешь какой-то предмет, и очень короткое время он выйдет наверху. И нет такого момента. Либо ты наверх идешь, либо вниз. Скажи, либо наверх, либо вниз. Быстро наверх, либо быстро вниз. Матфея 20-25. Здесь есть Притча в талантах. Когда господин ушел и дал таланты своим слугам. Одному, два, второму, пять, другому, один. И здесь написано, что в тот же момент ушел тот, который пять заработал. Это ключ, что он сразу же начал делать. тот, кто получил три, он тоже начал сразу же делать и получил три. А у того, у кого был один, он сразу же не ушел. Он начал размышлять. Время же какое-то прошло. Он закопал это время. Я боюсь и так далее. И мы хорошо знаем, какой был ему конец. Совершенно внизу. Совсем внизу. Знаешь ли ты Ревекку, жену Исаака? Кто-нибудь читал Библию об этом о Ревеке? Бытие 24 с 18 стиха по 20. Исаак был сыном Авраама. Авраама, который был отец всех народов, отец нашей веры. Смотри на небеса. Бог ему говорил, как много ты сможешь сосчитать звезд, столько будет у тебя последователь. Авраам, наш эталон, у него богатство, все, влияние. И он отец нашей веры. И у него была жена Ревека, которая не была избрана, но она стала женой Исаака. Как ты думаешь, почему именно она стала женой Исаака? Я прочитаю из Библии, почему именно Ревека стала матерью многих отцов. Авраам был стар и отправил своего слугу, чтобы найти своему маленькому Аврааму найти жену. И не нужно такую секулю, но и своего рода. они не женились, как попало сейчас. И слуга ушел и начал его искать. Эту жену. Это была нормальная процедура в те времена. я сам осознаю, что у меня тоже будет песок. слуга. И этот слуга, он шел, и он говорил Богу, как мне понять, кто это его жена будет, настоящая? Он сказал, хорошо, ты найди колодец. Это была целая процедура, там так много было верблюдов. И он сказал, Боже, так, Бог ему ответил, та же девушка, которая придет, и ты спросишь у нее, дай мне попить, она не даст только тебе, она скажет, да, я напою тебя и твоих верблюдов, эта девушка будет та самая. Он вообще из другой земли, и здесь написано, что она очень красивая была, и она приходит, и он говорит, дай мне попить. Здесь написано в 18 стихе, пей, господин мой. И тотчас, скажи, тотчас, тотчас спустила кувшин свой на руки свою и напоила его. И когда напоила его, а может быть не та, она же верблюдов еще не напоила. И потом, когда он напился, она сказала, я стану черпать, и для верблюдов твоих пока не напьются. И тотчас выпила воду из кувшина своего, поила, и побежала опять к колодецу подчеркнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Ребекка получила хорошего мужа. Там дальше написано, что она, ее привели к Исааку, когда она его увидела, она упала в обморок. И он понял, что это от Бога девушка. как она такого получила? Через то, что она быстро все делала, и, Боже воля, скорость, скажи скорость. Вот сегодня была тут помолвка. Голову опустили, сидят там. Приходит ко мне Велта сегодня, говоришь, что делать? Это было уже много времени назад. Он хочет жениться, Эдгар. Скажи мне, что делать? Я буду делать, как ты скажешь. Я говорю, ты сама будешь жить с ним. Я не знаю, если хочешь жениться, то вот тебе возможность, второе возможно не будет. Какой это человек? Ну, этого я не знаю. Этого не проси у меня. тебя я знаю. Тоже жулик. Но тебя я знаю. Второй человек я настолько хорошо не знаю. Я знаю, что в церковь входит, но я не знаю. Как сложно, как сложно. Велта была достаточно скорая. У нее была возможность, она взяла? Быстро. Велта, быстрая в некоторых вещах? Эдгар еще быстрее. Эдгар приходит ко мне и говорит, мне нравится одна девушка. Мне нравится одна девушка. Я говорю, какая? Она из твоей команды. Я спрашиваю, какая? Велта. Я говорю, нормально. Иди, говори. Все в порядке. Скорость. везде скорость. Скажи своему соседу, будь быстрый. Аминь. Будь быстрый. Еще можно сказать, как Библия говорит, будь медленным для зла. Будь медленным на вещи, которые неправильны и делай быстрые вещи, которые правильны. И что мешает твоему росту? Это семья, это бизнес. Вещи характера, что тебя мешает? Может быть, карьера? Что мешает? Может быть, твою карьеру? Божьи вещи. Что мешает? В Библии написано Исайя 66 день. Бог говорит, доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь, или давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой. Бог не тот, который мешает твоему росту. Бог не тот, который мешает твоему спасению и твоим победам. Но есть противник, и это решение. Это медленность, это лень, и это промедление. И за всем этом стоит некая личность. Первая философия с Никитсом 9.18. Мы хотели прийти к вам, но сатана нас задержал. Павел говорит, что сатана может задержать. Сейчас подумай. Если есть некто, кто не заинтересован, чтобы ты рос, чтобы ты развивался, чтобы твой бизнес, твое служение развивалось, если он хочет не заинтересован тебе, он хочет тормозить тебя и сделать тебя бомжом духовным, он этим тебя хочет сделать, он хочет, чтобы ты пошел в ад, он все это хочет, но сколько быстрее должен стать ты, скажи, я должен быть быстрее, как можно сильнее ты должен сопротивляться лене и делать быстро. Написано, что противник, лев, ходит и рычит и ищет, кого убить, но ответ это скорость, сейчас же, сейчас, сегодня, сделай это. честное слово, жизнь пройдет, и я не могу это объяснить, пройдет жизнь, и когда будет этот песок на твоих простынях, если ты попадешь даже на небеса, но ничего ты не сдерживал, здесь ничто не будет сделано. Я сейчас подумал о спорте, подумал о спорте, спортсмены, что они делают? Он принадлежит себе или он другим? Какое дело тебе до него? Он просто развлекает тебя. Ты сидишь просто за телевизором, смотришь, как бежит, как в хоккей играет, это неплохо, но тем не менее. Друзья, ни спорт, ни деньги, ничто другое не спасет души. То, что ты за собой оставляешь, это измененные люди. Спорт это хорошо, бизнес это хорошо, все хорошо, но самое главное это люди, возле ближнего, как самого себя, скажи, люди, чтобы все, что ты делаешь, и спорт, пусть это служит людям. Сатана задержал нас. Притча 21.5 помышления прилежного стремятся к изобилию, всякие торопливые терпят лишения. ты хочешь слишком много тусоваться, гулять, как я, туда-сюда, то я быстро устану, но речь не об этом. Возможно, ты быстро что-то делаешь, но это бессмысленно. Возможно, многие быстрые твои действия абсолютно бессмысленно. Хаотично, неконкретное действие не несет результата. Если нет конкретной Богом данной цели, если нет концентрации в направлении своей цели, ты не можешь много целей достигнуть. Точно так же, как Гитлер в начале своей... он на весь мир концентрировался, на Англию, на Россию, во все стороны. И сколько может один человек? Исход войны уже был понятен в начале войны. То есть, только конкретно есть в конкретном направлении, целеустремленном. Если речь идет о духовных вещах, то одна церковь. Ну, есть люди, которые меняют церковь. Сейчас они то послушают, потом то, а не в одной и в другой церкви. Там, здесь, нигде. В трактире под столом. Такой конец у этой песенки. У кому-то есть мама и папа. Сегодня день родителей. у тебя несколько родителей, мамы. Мне одна маленькая девочка говорила, у меня три папы. У меня три папы, она говорила. это тоже правда. Но я о биологических говорю. Много их у тебя? И точно так же в церкви. Так же и с направлением. По-русски говорят. Пойми, где твое место. Латыши по всем миру. Они забыли, где их место и их дом. Нужно идти туда и говорить, где дом? Сейчас. Где дом? Мы забываем свои корни, свой народ, свою землю. Концентрируйся в одном направлении и ищи в Боге счастье. Где нужно счастье искать? В кармане нет? В бутылке нет? здесь и сейчас там, где ты есть. Судьи 19 глава с 18 стиха. Я расскажу один случай. Ефремия это часть Израиля. Его жена ушла в другую часть Израиля. Я не знаю, почему она ушла. И этот муж он решил, он любит свою жену и он хочет ее назад. И он идет, берет своих ослов и идет поговорить. Спокойно поговорить со своей женой. Это достаточно хорошо было для того времени, потому что там можно было спокойно не говорить спокойно. Можно было ее забить камнями и все в порядке. Но он хотел спокойно поговорить с ней. И он идет в этот путь. Была далекая дорога, чтобы дойти до нее. Он приходит в гости, все мужи поговорили, она готова возвратиться к своему мужу, все опять в порядке. Там такой закон был, если ты пришел в гости, то подожди еще, подружи с этой женой. Он с утра просыпается хочет, уже идти в путь. Останься еще, останься еще. Уже обеденое время. Ну куда ты пойдешь уже в обед, уже поздно. Ну ладно, останусь. И так происходило, это продолжалось три дня, несколько дней. Он оставался и гостил до сих пор у отца своей жены. И снова пришел обед, уже давно вроде прошло время, чтобы идти. Он говорит, все, я пойду. и они идут. Они идут. И к вечеру, конечно же, уже нужно найти где-то ночлег. Они входят в какой-то город, Гибион. И там можно было в Гиби на рынке, на рыночной площади. кто-то может подойти и дать ночлег. И никто не хотел его брать. Кроме одного такого же, как он, тоже из Ефремия. Он принимает его в свой дом. Принимает свой дом и правительствует. У нас это уже нормально. Но там правительственные мужи. То, что у нас сейчас происходит, это нормально. Там правительство собирается вокруг и говорят, отдая этого человека, мы познаем его. Представляешь? Это гей. Но и не просто так, не по обоюдному согласию, а силой. Мы хотим секса с ним. Хотим познать, как это вообще. И что он сделал? Они решили отдать жену. Отдать жену? Они удовлетворятся этой женщине? До утра она вообще умерла? И после всего этого он убил эту женщину. Он ее разрубил и отправил по всему Израилю и говорит вот что происходит в нашем народе в Израиле. Что произошло? Израильтяне собрались и собрали народ и приходят в Гиву. И они издаются. Они говорят выдайте нам этих гомосексуалов. Мы их уничтожим. Они не издают их, не выдают. И началась война. Конечно Гива абсолютно была уничтожена. Тысячи людей все умерли абсолютно. Кроме некоторых людей. Вот что произошло. Потому что один муж, один мужчина протянул. Останься еще. Останься еще здесь. Еще одну ночь. Этот мужчина знал. Мне пора идти. Мне пора идти. Такое неприятное случай, но это что-то показывает для нас сегодня. Если мне нужно куда-то идти, если знаешь, что мне нужно делать, то делай это быстро. Скажи своему соседу, делай это быстро. У всего этого может быть последствия. Когда есть сомнения и у этого будет последствия. Я думаю, что мужчина, когда шел за женой, он внутри интуитивно чувствовал, что он сейчас должен пойти. И он позволил людям повлиять на него. Какой смысл остаться? Какой смысл уходить? Ты же получил свою жену. Ну ладно, можно один день остаться, но целую же неделю. У всего есть последствия. первая Сомайла 24 6 Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Саул гнал Давида. Давид сидел в пещере, именно Саул вошел именно в эту пещеру. Он пошел именно туда, чтобы по нужде сходить. И Давид он подкрался и отрезал край от одежды Саула. Он потом выходит из этой пещеры и говорит «Дай Саул, я мог убить тебя, посмотри, я этого не сделал». Ты запомнишь этот случай? И здесь написано, когда он это сделал, стало сердцу Давида больно. больно стало сердцу твоего от того, что ты принимал какой-то вызов, что сердце прыгает прямо из груди. Если у тебя этого не было давно, ты потерянный человек, у тебя нет целей, у тебя нет ничего серьезного. Успешные люди, они принимают вызовы такие, что сердце прыгает из груди. сегодня сердце прыгает из груди. Не так ли? Или ты уже забыл о сердце, что такое у тебя вообще есть? Когда я принял этот вызов организовать Боже Боже в Латвии, я это не так все. Но когда я это принял этот вызов, это было серьезно. Я даже несколько ночей не спал нормально. я сразу начал организовать тут же день. Я проповедовал здесь, когда я получил это от Бога. Я здесь проповедовал и со следующего дня я начал это делать. Сразу же. Если бы я не начал это делать, сразу вряд ли я бы это начал. Потом бы я решил, что это я сам придумал. Возможно, я тебе желаю, чтобы ты принимал вызовы, такие вызовы в своем служении, что у тебя сердце прыгает с груди. Я такой пример тебе дам. Сейчас же придумаю. Например, ты лидер или помощник домашнего группы. вас в группе 5 человек 5 лет. Например, пасыр проходит мимо. Как дела? Как в группе? 5 человек. Сколько лет? Ну, 5 лет уже веду. О, 5 лет. Ты вообще веришь за свою группу, что ты можешь поднять? Да, я верю. Если ты говоришь, что ты веришь, что ты поднимешь домашнюю группу, и если твое сердце не прыгает в груди, это значит, что ты не построишь. ты хорошо знаешь, что ты лужешь сам себе, и ты не построишь. Если ты принял это решение, если ты пойдешь и делаешь, ты много нужно будет отказаться от чего, и тогда твое сердце будет биться. Начал какой-то бизнес делать. Если у тебя такой божий мир, ничего, тогда у не будет. Ничего большого не будет. Если ты принес решение делать что-то большое, это требует жертвы. Ты знаешь, от чего нужно будет отказаться, и твое сердце туда-сюда. Твоя плоть сразу же бу-бу-бу-бу, я не хочу, не хочу. Ты уловил мысль? Господь благ. благ. И когда Бог благословляет, Он это делает быстро. Он это делает быстро. Евангелие от Луки 5.22 Когда блудный сын возвращается, отец говорит служителям, слугам своим, быстро несите одежду и оденьте его. Быстро. Когда ты возвращаешься на правильный путь, Бог быстро начинает благословлять тебя. Когда ты принимаешь такие решения, что твое сердце начинает биться, Он быстро начинает делать, Он сразу же начинает тебя благословлять. И последнее местописание евреям 10.37 И вы еще немного очень немного и грядущий придет и не умедлит. Еще маленький момент и тот, кто должен прийти, он придет и не промедлит. Рано или поздно, друг, мы все умрем. Это будет? Он не промедлит. Рано или поздно Иисус придет во второй раз, Он просто придет. И твое решение сегодня. начнешь ли ты действовать или нет, это покажет, что будет после тебя, через то время, которое тебе дано. Потому что один из ключей достижений это скорость. Скажи скорость, аллилуйя, воздай громкую славу Богу. Аплодисменты. 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 Я не пазёшь Jezus Kristus персоны, если ты нескольцов не езжаве, ты не дачишься в нем, да, в вашем живи, тогда она сегодня ты летела, когда ты его вытесли, и если вы вытесли, это вытесли, что-то в нем. И мы вытесли, что-то в риму, вытесли, что-то я гармон. Витсум, что вытесли, ты что-то, что-то вошли, что-то, что-то не будет, что-то, что-то, что-то вытесли, Мил, он выгодит. И сегодня, манцы, я сладуясь, не кавейс, потому что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты живешь с небесами, и ты будешь небесами с небесами, но иди, иди, когда ты иди сюда, иди сюда, очень хорошо. Дроши, очень хорошо. Возможно, везде есть еще один. Всем пока! Субтитры подогнал «Сурубил» Поехали. Пусть спонталла, который вести от тихо, он вести вешать с друзьями, который вести вешать на высоте, у него вешать на сезоне. Пусть спонталла, что вы все равно это еще, когда вы уже готовы. Милеясь кунгсиеза, я отзываю, как я сижу грецинику. Я патр себе никогда не буду изглабить. Третье я ладусь передо всеми грееками. Мазгав и щастись на все нету. Иеначи меня на сердце. Я желаю, что ты плачешь по моему дизею, кунгу. Поздравляю, что сейчас все мне грехи будут передать. Мне будет передать мутигая дизею, афсолье. И мне дизею, что ты сейчас мая у меня сирдой. Поздравляю, что ты сейчас, кунгси, кунгси. Аминь. Аминь. Узалем. Аминь. Аминь. Парадот аплодис.